В Карачаевске прошел открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2005-2010 годов рождения, посвященный 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. Подробнее о соревнованиях Алихан Лепшоков. Состязание стойкости и ловкости. Открытый турнир по вольной борьбе собрал юных борцов из всех районов Карачаева Черкесии. Открывая спортивные мероприятия, мэр Карачаевска Марат Урусов отметил важность проведения таких соревнований, так как они способствуют патриотическому воспитанию молодежи. В свою очередь тренер борцов подчеркнули, что это даст возможность спортсменам обменяться опытом. Эти соревнования объединяют ребят, то есть они узнают друг друга, они общаются с друг другом, они друг у друга перенимают опыт и популяризация в спорте, то есть вольной борьбе. Больше ребят будут заниматься этим видом спорта. И самое главное, что зрители, родители видят, что этот вид очень интересный, красивый. В турнире участвовало около 200 юных спортсменов. Его посвятили 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. Данная структура появилась в 1963 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Именитые спортсмены, открывая турнир, пожелали юным борцам успехов в достижении новых вершин. Вольная борьба – это один из красивейших видов спорта. Вольную борьбу любят во всем мире и в Карачаевске особенно. Каждое соревнование в городе Карачаевске по вольной борьбе, по борьбе тут уж – это настоящий праздник. Это самый большой праздник, который любят наши земляки. И сегодня не исключение. Я очень рад сегодня видеть тех тренеров, которые еще в моем юношестве ездили со мной на соревнования. В итоге, большее количество золотых медалей завоевали борцы из Карачаевска. А на втором месте – спортсмены из Хабецкого района. Али Ханепшоков, Зумрат Халкечева, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск.